АПЛОДИСМЕНТЫ Мне довелось быть в Африке. Однажды в офис пришло приглашение посетить конференцию христианскую в Адис-Абебе, Эфиопия. Я охотно согласился, и там произошли уникальные встречи. Там были великие божьи служители. И, казалось бы, случайность, но это не случайность. У Бога все спланировано. У Бога все, все закономерно. Любящим Бога и призванным по Его изволению все содействует к облаку. Даже поездка в Африку. И, знаете, я был там шокирован. Во-первых, экзотикой. Отчасти вы могли сами видеть эту картину во время репортажа, который мы с вами просматривали. Экзотика самой страны. Экзотика самой конференции, на которой присутствовали мужи, помазанные великой силой и славой. В двух шагах от меня происходили чудеса, которых я в жизни никогда не видел живьем. Я смотрел на служителей, которые совершали то, что происходило в Евангелии, в Деяниях Апостолов. И у меня внутри кипела одна молитва. Господь, мне тоже хочется однажды иметь то, что имеют эти люди. Хочется видеть не в двух шагах, а в своих собственных руках ту же власть и ту же силу, которую имеют эти служители. И среди множества служителей, которые участвовали на этой конференции, был один, который сильно вошел в мое сердце. Это был Анслей Матабук. Когда он вышел, он сказал, извините, у меня есть только одна болезнь. Я дикий. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Я думаю, где-то я это уже слышал. Но как бы я хотел, чтобы этот вот дикий приехал к нам, дикарям. Но это ответственно, друзья, потому что, когда я видел Его служение, Дух Святой управляет этим служителем без всяких ограничений. В одном месте проповеди он сказал, давайте молитесь. Все начали молиться. И Ашер тоже молился. Так что, Ашера, вы будьте внимательны. И один мужчина там поднял руки, и кто-то молился. И когда Анслэм подошел к нему, говорит, что ты как девочка молишься? Ты мужчина? Ну-ка молись по-настоящему. Я думаю, вот это да, пригласишь. Так молиться все начнут. АПЛОДИСМЕНТЫ Это технологии, но в результате потрясающая сила Божья, которая просто накрывала нас. Я молился и говорил, Бог, помоги нам встретиться с Ним. И не только встретиться, договориться с Ним. И Бог дал нам эту встречу. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Я верю, что настоящая дружба дается Богом. Она не рождается на земле, она рождается на небе. Я очень дорожу теми друзьями, которые дает мне Бог. Я очень дорожу нашими отношениями. И так бы хотелось, чтобы эта дружба принесла большое благословение для всего народа. И я верю, что то, о чем мы говорили там в Адис, оно исполнится здесь. Вы видели этот репортаж, и там было сказано всего 3-4 слова. Но эти слова были как выстрел. Они были полны помазания. Готовьтесь. Мы не имеем права входить в новое тысячелетие без силы Божьей, без Иисуса. Я уверен, что Бог на эти дни приготовил что-то потрясающее и великое. Давайте сейчас сделаем очень важное, очень важное дело для того, чтобы полнота благословений пришла в нашу жизнь. Давайте соберем добровольное пожертвование. Наши пожертвования будут говорить о том, что мы в самом деле желаем силы Божьей. Наши пожертвования будут говорить о том, что мы в самом деле хотим великих чудес от Господа. Когда ангел пришел к Гедеону и сказал, Гедеон, я твоей силою спасу Израиля, то в сердце того, кого Бог хочет использовать, рождается одна идея. Подожди, Господь, пока я не принесу тебе жертв. Мы ждем великих чудес от Бога. Давайте возьмем свое пожертвование и скажем, Господь, я готовлю путь для Тебя. Господь, я хочу видеть славу Твою. Я хочу на жертвенник Тебе положить свое сердце, потому что где сокровище, там и сердце. Где сердце, там и сокровище. Дух Святой, мы так благодарны Тебе за эти дни. Ты в самом деле преподносишь для народа Твоего великий подарок. И мы ждем этого великого момента. Благослови сейчас каждое сердце, пусть оно откроется. Без веры Богу угодить невозможно, а вера доказывается нашими делами, добродетелью. Господь, когда Ты увидел у Корнилия молитву и благодеяние, пожертвование, тогда Ты прислаешь ангелов. Господь, мы хотим, чтобы Ты увидел не только молитву, но и наши жертвы, чтобы небеса отверзлись и чтобы пробуждение пришло. Прорыв пришел в нашу жизнь, в нашей церкви. Аллелуя. Спасибо Тебе, Господь. Прими этот дар, как вечерний эфемиан. Аллелуя. Пожалуйста, Ашер, вы можете пустить ведра, и мы осуществим наше пожертвование. Когда Господь дал нам встречу, то по-человечески эта встреча была нереальная, потому что у таких серьезных служителей расписание, оно заполнено уже за два года, на два года вперед. И, естественно, шансов было почти никаких. Но поскольку помазанники, они очень дипломатичные люди, и они никогда не говорят нет, потому что нет иногда похоже на да, а иногда да, похоже на нет, то здесь что-то очень помазанный, отказ был такой. Но в то время, когда на следующем служении он проповедовал бы, Господь ему сказал, чтобы он был здесь. Я уверен, что в послушании служителей Божьих сокрыт потрясающий потенциал силы Божьей, огня Божьего, чудес и знамений. И когда я увидел сегодня у нас в офисе нашего нового друга, мое сердце просто дрогнуло, как кино, как сон. В самом деле, как все быстро происходит, как Бог устраивает, как Бог створит все новое. Такое великое счастье быть в планах Божьих, знать, что не мы выдумываем свою программу, Бог руководит нами. Аллалюхи. Я так рад. Мы полюбили вас, Ансуэм, когда еще вы сюда не приехали. Ваше лицо, ваши глаза, ваши слова, они уже являются тем доказательством, что Господь соединил вас. И мы молились за вас. Мы просили Бога, чтобы Он дал вам слово. Мы хотим видеть великую славу Божью. Пусть ваш сосуд будет полон огня, силы и славы Божьей. Аллалюхи. Я думаю, сегодня будет как бы прелюдия к нашей конференции, к нашему празднованию. И я уверен, это будет хорошая реклама к тому, что будет там. Поэтому, друзья, пусть ваши родные, близкие, пусть ваши друзья, которые отступили от Господа, получат ваше личное приглашение, если они еще не получили. И придут, потому что эти дни в самом деле изменят нас. Эти дни в самом деле исторические. Эти дни преобразят нас до неузнаваемости. Аллалюхи. Я благодарю Тебя, Господь, за это счастливое время. О, Дух Святой. Спасибо Тебе за то, что Ты приходишь туда, где Тебя ждут. Благослови, Анслан. О, Бог. До последней капли благословения излей все, что Ты приготовил для нас. Мы ждем Твоей славы. Мы ждем пробуждения. Мы хотим, чтобы эта страна увидела новое время, новую эпоху. Мы хотим видеть христианское правительство. Мы хотим видеть сверхъестественно растущие церкви. Мы хотим видеть христианское телевидение. Мы хотим видеть великие праздники поклонения. Дух Святой, приди. Дух Святой, наполни. Дух Святой, Ты здесь. Мы благодарны Тебе за новых друзей. Мы благодарны за то, что Ты творишь все новое. Ты не повторяешься. Ты великий всемогущий Бог. Ты любишь благословлять. Ты любишь удивлять. Ты любишь радовать. Ох, Дух Святой, приди. Ох, Дух Святой, приди. Служи нам в этот вечер. Пусть небеса будут открыты все эти дни. Ох, пусть тысячи людей возвратятся к Тебе. Пусть придет исцеление, освобождение, утешение, освобождение. Дух Святой, зеленая улица для Тебя. Дух Святой, пусть никто не огорчит Тебя. Ох, Дух Святой, мы приглашаем Тебя. Двигайся в полноте Твоей силы и славы. Дух Святой, мы благодарим Тебя. За доказанную любовь и веру. Прими эти дары. Как Ты принимал эти дары на жертвенники от Ноя, Авраама, Моисея, Соломона. Прими, Господь, эту жертву в этот вечер. Пусть Твое имя прославится и возвеличится. Мы готовим путь для Тебя. Приди, Дух Святой, и действуй сегодня, в этот вечер. Просим Тебя во имя Иисуса Христа. И весь народ сказал Амин. Аллилуйя. Итак, друзья, позвольте мне представить Ваше внимание нашего нового друга Из далекой-далекой Африки Анслэм Вадапок. Добро пожаловать. АПЛОДИСМЕНТЫ Дух Святой Я отдаю Тебе всю славу. Я отдаю Тебе всю хвалу. Я не что. Я должен умоляться. Ты должен возрастать. Пожалуйста, возьми контроль в свои руки. С этого вечера До конца конференции Пусть только Твое имя Прославляется. Я благодарю Тебя За Церковь Новая Поколение. Я благодарю Тебя За Твою И его жених. И за пастора И за его жену За всех чудесных людей Благодарю Тебя За те великие вещи Которые Ты сделал И за те еще более великие вещи Которые Ты будешь делать И мы покрываем Кровью Иисуса. Пусть Твое Слово Говорится с этой кафедры. Пусть Твои мысли Говорятся на этой конференции. Используй Своих служителей Бога. Поссесс нас Обладай нами Чтобы Твои люди Были благословенны. Пусть они имеют свидетельства. Пусть Твоя сила Восвобождается. Пусть Твое помазание Наполнит это место. Пусть пробуждение Прорвется. Во имя Иисуса. Пусть Отец Яви себя. Пусть Яви себя. Пусть Яви себя. Пусть все будет делаться Для Твоей славы Отец. Я воздаю Тебе благодарность. Я воздаю Тебе хвалу. Во имя Иисуса. Я посвящаю это служение В Твои руки. Пожалуйста, используй меня. И благослови этих людей. Аминь 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 Бог на этом месте Я хочу поблагодарить моего брата и моего друга Пастор Алексея И его жену Он уже рассказал эту историю Это чудо, что я здесь сегодня Аминь Аминь Когда я увидел их в Эфиопии Я в них влюбился Но не мог с ними разговаривать Они там были сами по себе И он всегда был очень быстрым И я просто смотрел на него И говорил, ну кто этот человек? Он просто сам по себе Очень такой похожий на занятого человека Вместе с женой И еще какими-то людьми Я сказал, ну Бог, у тебя много детей Но я в нем что-то увидел У него было направление У него была цель И когда мы наконец-то Нам получилось поговорить Я увидел в нем Бога И когда он начал проповедовать Мы все были благословенны И честно, когда он сказал мне Чтобы я приехал сегодня сюда Я сказал, никоим образом И по благодати Божией у меня очень большая церковь дома И я их уже на долгое время оставил И я сам себе сказал Как только я вернусь Я больше от них не уеду Поэтому я сказал, я не приеду Но я всегда говорил Господу, что хочу послушаться Ему И Господь мне говорит Я хочу, чтобы ты поехал в Латвию Я никогда не был в этой стране раньше Я не знал, чего ожидать Я не знал, чего ожидать Я немного путешествовал И были случаи, когда был разочарован Были случаи, когда нет Но я сказал, хорошо Поскольку Господь говорит, что я должен ехать Я должен ехать Я не знаю, где это Я позвонил своему туристическому агенту И спросил, а где Латвия? Я безопасно долетел сюда Мне это место нравится Мне нравится этот город Мне нравятся люди Я люблю вашего пастора Я люблю его жену Я знаю, как он уже говорил Что Бог соединил нас вместе Для какой-то цели Богу не важно, откуда ты приехал Ему не важно, какого ты цвета Бог слепой на цвета Бог слепой на цвета Он смотрит в сердце И Бог дал нам встретиться вместе И я верю, что это для какой-то цели Бог не собирает людей вместе просто так И никто не занимался тем, чтобы мы так сильно встретились Бог сделал так, чтобы мы встретились И чтобы мы согласились Честно, когда я был в Эфиопии Меня многие люди приглашали Египтяне Из Иордании Из Южной Африки Повсюду Но Вот это было другое приглашение Я несу вам приветствия с Нигерии От моей жены Моих трех биологических детей У меня мальчик и две девочки И церковь И мы все приходим к вам с любовью Божией Серебра и золота не имею Но что имею Даю Во имя Иисуса Моя молитва В том, чтобы наша встреча Была благословением Для вас Чтобы вы не пожалели Что познакомились с этим человеком с Африки Чтобы Бог проставил свое имя Во имя Иисуса Аминь Я также поздравляю вас В подготовке к вашему десятилетию Позвольте мне сказать вам Многие из вас не останутся прежними У меня есть свидетельства в духе Что Бог сделает что-то великое На этом празднике Вы готовы к этому? Кто из вас готов перейти на свой следующий уровень? Мы разберемся с дьяволом Мы должны его изгнать конкретно Нравится ему это или нет Мы его просто вытряхнем И разрушим его власть Во имя Иисуса Кто из вас знает Что у вас очень чудесный пастор? Вы не можете встретиться С ним невозможно встретиться Не получив впечатление Бог дал его как подарок В этой области И Бог будет использовать его Чтобы сделать великую работу В этой области И я слышу как Господь говорит вам Я слышу голос ваших слез Я вижу желание вашего сердца Я вижу вас во времена одиночества Даже во времена слабости Вы вопьете ко мне О моей силе Для моего народа Я хочу, чтобы вы знали Что это то время Для проявления Тех вещей, о которых вы со мной говорили Я начинаю изливать мой дух На вас Как никогда раньше И в грядущие дни Вы обнаружите, что будете неспособны спать Из-за моей силы В грядущие дни Странные вещи Странные проявления Начнут происходить с вами Это мое хождение Это моя подготовка Для более высокого уровня Назначения Я слышу, что Господь говорит Что это время Для проявления Тех вещей, о которых вы молились Я излил свой дух на вас Я приготовил вас для такого времени Как это Не оглядывайтесь назад Не бойтесь Я с вами Я пойду с вами Я открою для вас двери Я заставлю, чтобы вы пошли в те места В которые вы раньше никогда не верили И дам вам слова, которые говорить Я покажу вам, что делать Даже прямо сейчас Слава Божия На вас Войдите в нее 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 Потому что даже более глубокий уровень И более высокий уровень Хождение во мне И со мной Посмотрите Я поместил вас Для такого времени, как это Чтобы великие дела были сделаны для моего царства через ваши руки войдите в мою славу потому что она на вас говорит Бог can we stand up for a few minutes can we stand up for a few minutes lift your two hands to God are you going to be interpreting for me for all the days let me pray for you lift your hand Father in the name of Jesus Christ of Nazareth let your grace rest upon your daughter I shield her from any attack of the devil give her the grace to receive my anointing and Lord interpret 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 correctly anoint her Lord change her life she will never be the same she will never be the same God's power God's power is about to hit this place God wants to anointing these musicians who are the people that play music here who are the people that play music here who are the people that play music here drummer, guitar, keyboard, singer барабанщики guitarist солист клавишники выйдите сюда все все музыканты все музыканты встаньте быстро в один ряд поднимите свои руки скажите Дух Святой скажите Дух Святой помашь меня Дух Святой Дух Святой Дух Святой Дух Святой помашь меня с этого дня я хочу играть с силой я хочу играть под помазанием во имя Иисуса touch me change my life change my heart change my style in Jesus name во имя Иисуса Amen Father God иман до шекри нан до сопра не may the anointing the minstrel the minstrel anointing Lord come upon these people touch them Lord Jesus oh Jesus change change them Lord touch them empower them they will play with signs following fill them with your glory in the name of Jesus in the name of Jesus in the name of Jesus во имя Иисуса во имя Иисуса Arimondo Chandelere hola who is that man call him here who is it l'sombranessa you are the chief singer yes come here God is going to anoint you he will give you songs he will give you songs he will give you songs anointed songs supernatural songs even in the night time the Holy Ghost will wake you up to give you songs they are going to write important songs anointed songs that will bring in God's power and God's presence I am going to lay hands on you I am going to release that power something is going to break in your life and an opening is going to come lift your hand fill him up let the hand of God rest upon you hey Jesus can I get some more volume here let me get some more volume here please you see we all have different giftings у нас у всех разные дарования and different calling разные призвания God has called me to impact his people I don't do what anybody else does or wants me to do or wants me to do I do what he says I should do I want to tell you God has given me grace in the area of prayer в области молитвы освобождение исцеление и мое назначение это влиять на тело поэтому возложу я на вас руки или нет я хочу чтобы вы ожидали что Бог коснется вас Библия говорит что когда Петр все еще молился Дух Святой упал с него и коснулся Корнилия пока будет проповедоваться слово ожидайте что Бог коснется вас и помазание придет на некоторых людей вы будете молиться вы будете освобождаться вы будете исцеляться но Богу будет слава амин я не хвастаюсь я просто говорю вам что знали кто я для того чтобы вы могли высвободить свою веру если что-либо произойдет с вами это из-за вашей веры если ничего с вами не произойдет из-за вашей веры ничто не связано со мной я молился я приехал моя работа просто послушаться Богу моя работа высвобождать ваша работа принимать кто из вас будет принимать что-то от Бога моя молитва чтобы к тому времени когда я уеду ваши жизни были бы затронуты огнем Духа Святого многие люди здесь жаждут Бога и мне нравится проповедовать жаждущим людям Бог на этом месте конференция начинается завтра сегодня я буду учить а с завтрашнего дня я буду проповедовать амин потому что я верю что это сейчас внутренне в церкви и Бог дал мне слово для вас насчет молитвы и завтра я буду проповедовать и после того как я сегодня проповедую мы будем молиться кто из вас здесь занимается бизнесом кто из вас ожидает прорыв в своем бизнесе Бог коснется вашего бизнеса можете сказать амин я чувствую силу Божию на этом месте я верю в наделение силы но как я уже говорил коснется вас это или нет коснусь я вас или нет Дух Святой вас коснется амин можно я быстро за хор помолюсь поднимите свои руки отец во имя Иисуса Христа из Назарета музыка важна в это время последнее и дьявол ненавидит дьявол ненавидит музыкантов дьявол ненавидит псалмистов и я молюсь о освобождении на этих людях и я молюсь о вымазании этих людях с сегодняшнего дня сила Божия начни изменять их жизни пусть они поют с силой пусть они поют с помазанием во имя Иисуса принимайте 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 прикосновение Божье прямо сейчас во имя Иисуса Amen Jehovah reach your people touch your people touch them move on them move on them Jehovah manifest your grace manifest your power orombo sandilekist Jesus the Lord loves you Karamosé Jesus Jesus may your hand your fire come on this people пусть придет на этих людей пусть Господь будет прославлен touch them impact them with a new anointing with a new anointing with a new anointing touch them with a new anointing new grace for new exploits new exploits here at Amor Shia I give you thanks they will minister like never before in the name of Jesus hallelujah 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 can I feel free can I feel free you've got to be serious with God because God wants to use your music to reach people music is very powerful the devil knows it that is why he fights the choir he fights musicians but we are not afraid of the devil let him fight we will always overcome him God's power is greater больше than the power of the devil I say God's power is greater than the power of the devil hallelujah glory to God I wanted to shake hands with the person next to you and tell him I'm happy to see you here God is going to touch you God is going to lift you you will never be the same sit down please thank you please feel free to shout to clap like your pastor said I'm not very normal so I like it when you make noise amen I see God's hand I see God's hand coming upon you just stay there lift your hand shut your eyes one, two, three Father let go power come upon him now 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 change is coming on your life изменение приходит на твою жизнь your spiritual life твою духовную жизнь would never be the same она никогда не будет прежней hallelujah let me preach first позвольте мне сначала проповедовать I told you tonight I want to I want to challenge you tomorrow night I may not be bringing so many scriptures but I believe that people that are here tonight are people that God wants to deposit something это те люди в которых Бог хочет что-то вложить что-то определенное что-то специфическое что-то сильное в ваш дух поэтому пожалуйста слушайте слова из моих уст это не мои слова это слова от Бога для вас именно для этого времени как это кто-нибудь может сказать амэн я хочу говорить о тысячелетнем прорыве в грядущие годы мы увидим как дьявол придет с такой силой и с такой серьезностью но мой страх в том что дети Божьи не готовы к тем подготовкам которыми занимается враг к последнему времени мы не готовы мы думаем что все будет лучше но не будет лучше дьявол придет с такой силой как мы никогда раньше не видели но это не для того чтобы запугать вас но для того чтобы заставить вас готовиться и если вам нужно иметь прорыв и поддерживать прорыв многие люди периодически имеют прорывы но Бог хочет дать своим людям постоянный прорыв постоянный прорыв я сказал постоянный прорыв и для этого требуется одна вещь чтобы поддерживать постоянный прорыв и это молитва религия величайший враг Евангелия так много вещей которые мы делаем в церкви происходят из-за религии мы не имеем понимания стольких вещей но религия показала нам как делать некоторые вещи позвольте мне сказать вам люди все чему учит нас религия скорее всего не приходит от Бога религия приходит от человека человек сел подумал из своего образа мышления и сформировал способ и метод каким можно было бы угодить Богу это религия и Бог не заинтересован в религии религия отрезает нас от Бога я против религии но я за Иисуса Иисус не принес религию Иисус принес путь жизни единственный путь жизни он говорит я есть путь истина он говорит никто не приходит к Отцу как только через меня люди Божьи давайте вернемся к Богу я однажды думал что так много вещей которые происходят в церквях на самом деле не от Бога многие люди не молятся мы верим что не нужно так сильно молиться я не знаю как насчет этой области но там где я живу и вообще в Африке если ты не сильно молишься то ты умрешь там невозможно себе позволить не молиться сильно я даже не говорю просто молиться я говорю сильно молиться это не связано с возрастом нисколько и старики у нас говорят иногда я слишком стар я не могу молиться ну молодые могут сказать я слишком молод я не могу молиться нет не важно насколько ты старый главное что ты можешь дышать как только ты можешь дышать и говорить значит ты можешь молиться и не позволяй дьяволу обманывать тебя и говорить тебе ой мне нужно было бы быть помоложе или вот бы мне постарше быть там где ты сейчас находишься вот там Бог и хочет чтобы ты начинал и тебе нужно начать сегодня начать рожать рождать волю Божью для своей жизни если ты не молишься тогда ты терпишь неудачу если ты не молишься ты терпишь неудачу и в этом тысячелетии тебе нужно иметь силу чтобы молиться тебе нужно иметь силу чтобы рожать тебе нужна постоянная сила перед Господом тебе нужно иметь крепость Ильи чтобы оставаться перед Господом часами молиться не просто немножко пробормотать но воевать воевать с Божьими совершенными словами многие верят что когда Бог что-то сказал то оно и произойдет это неправильно религия нам так говорит многим людям пророчествовали и то что им пророчествовали не случилось и они говорят ой этот пастор был ложным пророком неправильно позвольте мне показать вам нечто позвольте мне сказать вам что-то дьявол не знает послушайте очень внимательно дьявол не знает что в разуме у Бога пока это не сказано вы слышали что я сказал? например когда дьявол видит кого-то как вы он может догадываться о вашем будущем но он не уверен он не знает завтрашнего дня но когда приходит пророческое слово и пророк пророчествует на вас и говорит так говорит Господь я буду использовать тебя как орудие войны ты будешь моим военным орудием с тобой я буду приносить нации с тобой я буду делать это я буду делать то когда слово говорится на тебя дьявол это слышит и как только он это слышит с того же дня он начинает готовиться и планировать как бы этому слову не произойти если ты продолжаешь молчать то это слово никогда не произойдет но если ты возьмешь это пророческое слово и будешь идти с ним к Богу в молитве и говорить Бог я пришел к тебе с твоим пророческим словом и относительно моей судьбы относительно моей жизни чтобы родить и когда у тебя родовые муки и молитвы то ты рождаешь это и тогда это слово произойдет в первом Тимофее откройте свои Библии на первое Тимофею первую главу 18 стих вы готовы к этому? ну отвечайте мне первая Тимофея первая глава 18 стих он говорит this charge I commit to you преподаю тебе сын мой Тимофей according to the prophecies согласно с пророчествами бывшими о тебе раньше that by them you may wage the good warfare so many of you here have had some dreams before имели раньше какие-то видения от Бога some have had visions from God but it looks like nothing is happening но так выглядит как будто ничего не происходит and the devil is telling you that what you saw was not from God how many of you know he's a liar? all you've got to do go back to God with that dream вместе с этим видением вернуться к Богу с этой мечтой вернуться к Богу с этим пророчеством и сказать ему Отец я пришел чтобы родить пророческое слово или видение или мечту относительно меня пока у тебя не появится мир не прекращай об этом молиться это очень важно Бог поднимает людей и Он учит людей как воевать как воевать и это война христианство это не просто развлечение помазание оно для войны помазание это для войны каждый раз когда Бог помазывает человека Он ожидает что Он будет использовать это помазание для войны когда Давид был помазан царем первая проблема которая у него была это с Голиафом и из-за этого помазания на нем Он убил Голиафа когда Иисус был помазан первый кто к нему подошел был дьявол сам дьявол Он знает помазание Он видит помазание Он понимает помазание Он раньше видел помазание слишком долго и люди Божьи послушайте меня причина почему многие люди не помазаны потому что Бог знает что они не могут справиться с помазанием они не готовы к этой ответственности которые приходят вместе с помазанием если вы готовы к этому тогда Бог помажет вас тогда Бог наделит вас своей силой и ваша жизнь не будет прежней дьявол не знает что в разуме у Бога пока это не сказано через пророчество и когда это сказано Он выходит и разбирается чтобы разрушить это чтобы остановить это Халлелуя Позвольте мне поделиться с вами чем-то из притчи 24-й главы Вы следуете за мной? Притча 24 Кто из вас хочет чтобы Бог коснулся вашей молитвенной жизни? Притча 24 30-й стих Проходил я мимо поля человека ленивого Спроси своего соседа Ты ленивый? И с другой стороны тоже спроси Ты ленивый? И толкни кого-то и скажи Он же с тобой говорит Проходил я мимо поля человека ленивого И мимо виноградника человека скудоумного Вы знаете ленивый человек он скудоумный Лень это проклятие Я сказал лень это проклятие Некоторые люди физически ленивы Они не могут очень долго стоять Я не говорю, что человек больной Он просто ленивый Некоторые люди слишком долго спят Я не говорю, что они больные Просто ленивые Когда вам друзья звонят в 11 часов утра Вы все еще лежите Некоторые люди духовно очень ленивы Они не могут молиться Когда Иисус ходил со своими учениками Он был потрясен их ленью Он со своими тремя лучшими учениками пошел молиться В то время, когда у него были проблемы Кто из вас когда-нибудь был в проблемах раньше Вы же ищете, чтобы какие-то люди вас поддержали Чтобы они понимали, что с вами происходит У Иисуса были проблемы Он знал, что он умрет Он хотел, чтобы его поддержали в молитве Он взял трех лучших учеников И пошел молиться И когда он упал молиться Прежде чем он успел вообще повернуться Они уже спали Вы знаете, мы очень ленивые люди Большинство ночей Большинство ночей Мы не молимся Пока Мы не будем готовы уже Большинство вечеров мы не молимся Пока не захотим спать Мы сильно работаем весь день Убираемся Уборку дома делаем Принимаем ванны Потом мы уже заходим Ложимся в кровать Накрываемся с головой И тогда начинаем молиться И как только мы начинаем молиться Дьявол приходит И говорит, спокойной ночи И он говорит, сладких сновидений И через три минуты Вы ушли Отец, я благодарю тебя Потряси соседу Скажи, проснись Он говорит, проходил я мимо поля Человека ленивого И человека скуда умного И вот Все это заросло терном Поверхность его покрылась крапивою И каменная ограда его обрушилась И посмотрел я И обратил сердце моё И посмотрел И посмотрел И получил лог Немного поспишь Немного подремлешь Немного сложив руки полежишь И придет как прохожий бедность И нужда твоя Как человек вооруженный Я пришел разбудить вас Духом Божьим Я пришел зарядить Ваши слабые батарейки Вы должны иметь свои молитвы Как дитя Божье Мы созданы царями и священниками в Боге Как цари мы должны упражняться во власти и владычестве посредством молитвы Как цари мы должны глаза к глазам Голова к голове Плечом к ключу Стоять с дьяволом И показать ему у кого власть Как цари мы должны встать в духе И давать повеление над городами Как цари мы должны вставать и выдавать декреты относительно наших семей И это все может приходить только через молитву Как священники Как священники мы должны стоять перед Господом в поклонении И не уставать быстро Мы должны вставать в поклонении Мы должны вставать в молитве Но сегодня Я направляюсь именно к молитве Мы Божьи укрепления здесь на земле Ничего не происходит на земле, пока мы не молимся Вы должны это запомнить Бог всемогущий Бог Но Он выбрал, решил ничего не делать, пока человек не молится Пока человек не помолится И Он говорит, если народ мой Названный моим именем Смирит себя И будет искать моего лица И молиться И покаяться и обратяться от своих злых путей Тогда я услышу с неба Он говорит, если вы будете искать меня То вы найдете меня Он говорит, воззовите ко мне И я отвечу вам И покажу вам великие и могущественные вещи Бог всегда ждет, чтобы мы молились Но проблема в том Что мы не молимся И даже когда мы и молимся Мы все равно не молимся правильно И Павел говорил Тимофею, как молиться Он говорит, молись по откровению Используй те пророчества, которые были на твоей жизни Используй их как оружие Перед дьяволом И скажи дьяволу Что Бог сказал относительно меня Относительно моей семьи Относительно моей судьбы Должно быть так Ты не можешь остановить меня Ты не можешь абортировать план Божий для моей жизни Ты не можешь остановить мой рост Во имя Иисуса Я хочу показать вам одну историю Относительно того, что мы только что прочитали О Божьем пророческом слове В этот раз относительно Израиля Еремия 29 Бог говорит об Израиле Иеремия 29.10 говорит И вот так говорит Господь Когда исполнится вам в Вавилоне 70 лет Тогда я посещу Вас и исполню доброе слово мое о вас Чтобы возвратить вас на место это Аминь Бог сказал своим людям Через пророчество Что у вас будут проблемы в течение 70 лет Спустя 70 лет Я верну вас Вашу землю Дьявол понял И начал считать годы И когда было 70 лет Люди Израиля Были все еще в рабстве А Бог же сказал 70 лет Позвольте сказать вам, люди Божьи Если вы ничего делать не будете Если вы не будете молиться Ничего не произойдет Кто-то Спросил Даниила Который был среди людей в рабстве Я покажу вам что-то сейчас В 9 главе Даниила 9 глава Даниила В первый год Дария Сына Асуирова Из рода Мидийского Который поставлен был царем над царством Халдейским В первый год царствования его Я, Даниил Сообразил по книгам Число лет О котором было сказано Было слово Господне к Еремии пророку Что 70 лет Исполнится над упустошением Иерусалима И обратил я лицо мое к Господу Богу С молитвой и молением В посте И в ретище и пепле Кому-нибудь Понятен смысл Даниил Библия говорит В первый год Дария Он сообразил или понял по книгам Даниил Даниил был студентом Изучающим пророчества и ходатайства Он был студентом пророчества Вера приходит от слышания А понимание приходит от книг Многие люди не имеют понимания Потому что не знают книг Многие люди имеют веру, но никакого понимания Но Библия говорит Даниил Получил свое понимание Относительно количества лет Которые его люди должны были провести в этой разрухе Он увидел из книг Что его народ должен был провести 70 лет Но к тому времени Это было уже больше, чем 70 лет Что же произошло? Бог искал кого-то Кто бы начал молиться Чтобы то, что он сказал, произошло Наконец Он увидел Даниила Даниил сказал Бог Я теперь имею понимание Мы должны были провести 70 лет Мы должны были провести 70 лет Но мы уже больше, чем 70 лет здесь провели И Бог сказал Я все это время был готов Я ждал, чтобы кто-то помолился Я ждал, чтобы кто-то понял Теперь, когда у тебя есть понимание Молись И Библия говорит Он начал молиться С постом В пепле В ретище Зачем ему надо было молиться? Бог же и так уже сказал Религия говорит нам, что как только Бог что-то сказал Это должно произойти Автоматически Это неправда Многие из нас рассиживаются Скрестив ноги И говорят О, Бог сказал Значит, произойдет Ложь Если вы будете сидеть Скрестя ноги Этого не произойдет Это может произойти Только если вы проснетесь И начнете молиться Религия ужасна Когда Даниил понял пророчество Вот тогда он начал молиться Позвольте мне сказать вам Что мы делаем в нашей церкви Мы постимся перед программами Мы говорим Бог Мы молимся Мы постимся За эту программу И мы говорим Бог Используй проповедника Пусть он говорит к нам Твои мысли Во время программы Приезжают мужи Божьи И они говорят мысли Божьи Относительно нашей нации Относительно нашей церкви Относительно нашей жизни И дьявол это слышит Потом после празднования Больше нет постов Больше нет молитв И что же тогда происходит Через пророческие слова Ничего Время поститься Время молиться После того как ты услышал слово Это время идти к Богу С тем что ты услышал И говорить Господь Вот что ты сказал Потому что я могу иметь свидетельство В духе Что это твой голос Что это твое слово Господь Пусть эти слова исполнятся В моей жизни В моей нации В моей церкви И тогда вы начинаете Родовые муки Вот тогда мы делаем Дьявола бессильным Мы спим Тогда когда должны просыпаться Мы просыпаемся Тогда когда нужно спать Дьявол не знает Мысли Божьи о тебе Пока они не сказаны Покажи вам еще одну историю Покажи вам еще одну историю В бытие Read it Genesis 15 В бытие 15 Genesis 15 Verse 11-14 С 11 по 14 стих Я вам покажу нечто Now when the sun was going down Verse 12 A deep sleep fell upon Abraham 12 стих При захождении солнца Крепкий сон Напал на Авраама And behold Horror and great darkness Fell upon him И вот напал на него Ужас и мрак великий Then he said to Abraham И сказал господь Аврааму Know certainly That your descendants Will be strangers In a land That is not their own And will serve them And they will afflict them For 400 years И будут угнетать их 400 лет And also the nation Whom they serve I will judge Afterward They shall come out With great possessions How many years How many years Сколько лет 400 years 400 лет Бог сказал My people will suffer For 400 years When the devil heard it He started to count When Jacob Crossed over to Egypt The Bible says There were 70 That was the beginning Of their stay in Egypt And towards And towards the time It will be 400 years And the devil began to plan To make sure That the word of God Does not come to pass And the devil Начал планировать Как бы сделать Точно так Чтобы слово Божие Не произошло And he got the king To issue a decree Because he knew That God must raise somebody To deliver his people Потому что он знал Что Богу придется Кого-то поднять Чтобы вывести Свой народ He raised a decree That all the male children Should be killed And then he told the Hebrew The Egyptian midwives И поэтому он сказал Египтянкам Акушеркам Whenever a Hebrew woman Is pregnant When she gives birth And when she gives birth If it's a male child If it's a male child Kill the child If it's a female child Let the child live What was he trying to do? He was trying to stop The plan of God He wanted the people of God To remain in bondage Он хотел Чтобы народ Божий Оставался в рабстве Бог сказал 400 лет Но он хотел Чтобы это было вечно And do you know what? И знаете что? He succeeded У него был успех They spent 30 more years Они 30 лишних лет провели Посмотрите Исход 12 главу Экзодос 12 Verse 40 Now Sojourn of the children of Israel Who lived in Egypt Was 430 лет How many years did God say? How many years did they spend? Is God a liar? No No Nothing happens Until you pray It was only when The children of Israel Began to cry out to God That God said I have heard the cry Of my people He went to Moses He said I've come down To use you To deliver my people Even when God Has spoken it Even when God Has spoken it You must pray To bring it to pass You must pray To bring it to pass After the word of God Has been released После того Как Слово Божье Было высвобождено Тогда силы идут И сопротивляются Этому слову Дьявол и его агенты Говорят Это слово Никогда не произойдет А мы же должны говорить Это произойдет Потому что дьявол Всегда пытается удержать И остановить Слово Божие Потому что он всегда Будет поднимать Людей Которые будут Бросать вызов Моисею И Аарону Когда началось Освобождение Людей Израиля Первая казнь Первая язва Которая пришла На эту землю Это было превращение Воды в кровь Когда Фараон Это увидел Его это не затронул Он позвал своих магов Которые сделали То же самое И превратили воду В кровь Следующая вещь Это были жабы Моисей призвал жаб На всю страну Фараон позвал своих магов Он не боится вас Он позвал своих магов И они сделали то же самое Опять-таки С их чарами Пришли жабы Потом третья язва Это Пши, мухи Пши Песи, мухи, пши Но Они не могли вшей произвести Это мне показывает Что сила дьявола Ограничена То есть Они могли Воду превратить Они вторую границу Тоже перешли Но третью не могли И они исповедовали Что это от Бога Бог ожидает Чтобы его дети Были способны Надавить на дьявола Пока он не исповедует Что это от Бога Мы должны иметь выдержку Мы должны иметь силу Мы должны иметь мощь И Билли говорит Что когда Даниил Сообразил по книгам Количество лет Которые его народ Должен был провести В рабстве Он понял Что это 70 лет И он повернулся К Богу И постился И молился Люди услышьте меня У меня есть много друзей Которые учат о вере Я благодарю Бога за веру Библия говорит Что без веры Богу угодить невозможно Но это идет речь О вере во Христа Истина в том Вера это Самый маленький уровень Нашего хождения с Богом Как христиан Вера это Самый маленький уровень Все рожденные Свыше имеют веру Чтобы что-то делать Поэтому Библия говорит Если чего просите В Матфея 7.7 Если ты чего попросишь Ты получишь Просишь, получаешь Просишь, получаешь Когда ты только родился свыше Вот это та вера Которой ты научен Ты просишь И получаешь Ты просишь И получаешь Спустя некоторое время Когда ты просишь Уже не получаешь Что происходит Бог ожидает Что ты пойдешь Повыше От просьб И получений К поискам Искать Больше чем просить Некоторые вещи Которые мы просим У Бога Бог ожидает Что мы будем искать В них Его То, что тебе нужно Получить через поиски Ты не получишь От просьб Потому что поиск Требует Больших жертв Он требует Больше жертв Больше боли Поиск требует Часы родовых мук И многим из нас Это не нравится Но есть еще Другой уровень Выше поисков Это стучать Стучать Есть некоторые вещи Которые Бог Никогда не высвободит Пока кто-то Не начнет стучать Но стучать Нелегко Это дни Которые ты проводишь Запершись в молитве Это непросто Это непросто Поэтому люди От этого убегают Они просто Исповедуют Слово Говорят Слово Но есть некоторые вещи Которые никогда Не произойдут Пока не постучишь Стук требует Больше жертвы Стук Это что-то Очень сильное Сколько людей Которые могут Убрать Стоять В комнате И Тонять Телефон И Тонять Телевизор И Тонять Ньюсперпи И начать Тонять Прежде Бога Сколько Люди Способны Запереть Дверь Выключить Телевизор Телефон Убрать Все газеты Стучают Перед Богом Многие Не делают Этого Поэтому Ничего Не Происходит Но В последние Времена Бог Снова Призывает Свою Народ И Говорит Время Искать Моего Лицо Время Искать Мое Лицо Время Искать Мое Лицо Время Искать Мое Лицо Когда Вы Ищите М Рано Тогда Найдете Меня Время Искать Моего Лицо Бог Зовет Своих Людей Восстаньте Вырастите Матур Созрейте Передвиньтесь С этого Маликого Ура Просьбу И получение И Взойдите Выше На такое Место Где Я смогу Вам Показать Все вещи Насчет Городов Насчет Семей Насчет Планов Дьявола Взойди Выше Я хочу Говорить В твои Уши Я хочу Открыть Твои Глаза Я хочу Открыть Твои Глаза Я хочу Восстань Выше Где Эти Люди Где Такие Люди Которые Хотят Войти Выше В Бог Которые Устали Устали От Ничего Постоянного Упрашивания Те Люди Которые Хотят Пожертвовать Свою Жизнь Ради Царства Где Такие Люди Которые Будут Стучать Даже Если Дверь Закрыта Они Будут Продолжать Стучать И 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 Стучать Пока Дверь Не Откроется Даниил Был Стучащим Человеком Он Сказал Я Не Буду Есть Пока Не Услышу От Бога Я Не Буду Есть Пока Небо Не Откроется Я Не Буду Есть И Он Оставался В Молитве Относительно Пророческого Слова Он Взял Божье Слово К Богу И Дух Посмотрите Это На каждом физическом городе Есть Аэропорт Аэропорт Это Ворота В город Физическом Городе Когда Вы Влетаете Вам Нужно Приземлиться В Аэропорту Когда Вы Приземляетесь В Аэропорту Тогда Иммиграционные Службы Берут Ваш Паспорт Проверяют Вашу Визу Если Все Правильно Они Запускают Вас Если Нет Вас Не Пускают И Очень Важны Те Люди Которые В Аэропорту В Духе Над Городами Тоже Есть Аэропорты Которые Являются Вратами И В Зависимости От Завета Между Городом И Богом От Этого Зависит Кто Стоит У В В В Если Это Город Отдавший Себя Греху И Идолопоклонству Может быть Колдовству То Они Уже Вошли В Завет С Дьяволом И Демоны Управляют В В Некоторых Семьях Дьявол Управляют В Дьявол Управляет В В В В В Результате Грехов Ваших Предков И Как Только Что Хорошее Приходит С Неба Как Только Оно Подходит К В В В Тогда Эти Таможенники Говорят Откуда Вы Это Для этого человека ничему с неба не позволяется проходить через эти ворота. Поэтому, если понаблюдать за некоторыми семьями, у них есть какие-нибудь смешные проблемы. В некоторых семьях дети никак не могут выйти замуж, жениться. В некоторых семьях нет процветания. В некоторых семьях нет детей. Это странные странности у отдельных семей. Это в результате того таможенника, который стоит у ворот этой семьи. И те заветы, в которые вошли предки этих семей, они дают власть таможенникам у ворот. И поэтому, когда муж приходит, и как только он хочет прийти к воротам, тогда этот таможенник говорит, ты куда? Ты муж для вот этой женщины? Нет. Для нее никаких мужей. Наша работа здесь это удостовериться, чтобы никакой муж не прошел через нас. Наша работа здесь это удостовериться, чтобы никакое процветание не прошло здесь. Поэтому, как только приходит процветание, оно остается у ворот. А дитя Божье там голодает, плачет. Единственная вещь, которая может изменить эту позицию, это когда ваша молитва способна сдвинуть этого таможенника, этого князя в ваших ворот. Когда вы удалите князя в ворот, тогда любое проклятие над вашей семьей не произойдет. Был князь персидский над Персией. Его работа была хранить ворота в Персию. Персия это физический город, но этот князь правил в духе. Поэтому, когда Даниил начал искать Бога в молитве, Бог послал Гавриила. Гавриил это Божий секретарь информации. Я не знаю, как называют у вас людей, которые ходят вместе с президентом. Какой-то секретарь или министр. Что они называют здесь? Как министры, кто-то в связи с информацией, в связи с информацией. министры, которые над радовными вещами стоят. Гавриил был министром информации. Его работа была информировать людей, что Бог решил делать. Однажды он пришел к Захарии. Захария приносил тогда жертвы в храме. И Гавриил пришел к Захарии и сказал, у твоей жены будет ребенок. Захария сказал, нет, слишком старая. Он сказал, я Гавриил. Я стою перед Богом. Захария говорит, ну и? И он сказал, хорошо, поскольку ты мне не веришь, ты будешь немым. Тот же Гавриил пришел к Марии и сказал, приветствую тебя, Мария. Ты полна благодати. Ты нашла благоволение у Бога. Дух Божий сойдет на тебя. И ты забеременеешь. И святое, что родится, будет названо Иисусом. И Мария поверила. И ангел сказал, ты благословен, потому что поверила и не усомнилась. Габриил ответственность Гавриила давать информацию. И когда он пришел к воротам Персии, князь Персидский сказал, Габриилу никоим образом. Габриил думал, что он шутит. А князь Персидский сказал, никоим образом. Но слава Богу, что Даниил продолжал молиться. И на 21 день утром Бог услышал его молитву. И сказал, что происходит? Кто там молится? Ангелы говорят, Даниил. Но Бог говорит, я же ответ послал уже 21 день назад. Они говорят, но Бог князь Персидский остановил Габриила. И Бог сказал, хорошо, я знаю, что делать. Габриил министр информации. Михаил министр защиты, обороны. И когда есть проблемы, я посылаю Михаила. И позвольте мне хоть кому-то здесь сказать. Я не знаю, через что ты проходишь. Я не знаю, через что ты будешь проходить. Но эта проблема скоро закончится. Потому что в Духе, в Духе, Бог, только что высвободил воюющего ангела. Ангела, который стоит над войной. Его зовут Михаил. Поэтому когда Михаил получил инструкцию от Бога, он был счастлив. Он сказал, я так ждал, чтобы туда пойти. Но пришло дать инструкции. Но теперь, когда ты мне приказал идти, я готов. И Михаил пошел. И пришел в Персию. И встал перед князем. И сказал, ты еще раз. Запомни. Когда ты делаешь проблемы для неба, тогда я тот самый, который выкинул тебя с неба. Я тебя с неба выкинул. А сейчас убирайся вон от ворот. Позволь Габриилу пройти. Пока мы сейчас говорим, Габриил просто вышел. Когда Даниил увидел Габриила, Библия говорит, его глаза были как огонь. Он сражался 21 день. Но слава Богу, что Даниил молился. Потому что его молитва дала ему силу сразиться с князем. Удерживать князя, пока пришел Габриил. И он принес послание. И знаете что? В духе. Бог пророчествовал, что Кир будет тем самым. Который издаст указ, чтобы вернуть людей Израиля домой. Но Дарий все еще был царем. И в результате ходатайства Даниила Кир стал царем. И в Ездре первой главе Кир издал указ о исполнении воли Божьей. Вот так пророчество исполнилось. Но это заняло больше 70 лет. Потому что не было того, кто молился бы. И Библия говорит, Габриил сказал Даниилу, мне нужно быстро тебя оставить. Потому что я возвращаюсь, чтобы еще сражаться. Я возвращаюсь сражаться с князем Персидским. Мы поразим князя Персидского. Но после этого будет князь Греческий. И вы знаете, что после падения Персидского царства пришло во власть Греческое царство. Эти все вещи происходят в духе. Духовная жизнь — реальная жизнь. Все контролируется в сверхъестественном. Реальная жизнь происходит в духе. И если ты имеешь власть в духе, то ты и физическую власть имеешь. Если у тебя только физическая власть, ты ничего не можешь сделать. Генерал, когда увидел Иисуса, Сотник, он сказал, что ты человек со властью. Так же, как и я сам. Этот Сотник. Он говорит, подо мной есть люди. В физическом. И я говорю им, иди. И идут. Я говорю, приди. И приходят. И я сказал, Иисус, твоя власть не в физическом. Твоя власть в духе. Тебе не нужно идти в Мой дом. Скажи слово. И Мой слуга исцелится. И Иисус говорит, вот никогда такой веры не видел. Люди, вы должны встать от физического уровня. И перейти в сверхъестественное. Реальная жизнь. Она или выигрывается, или проигрывается. Не в физическом мире. А в духовном. Если вы не способны молиться, вы никогда не будете в поражении. Потому что молитва — это духовное хождение. Молитва совершает вещи в духе. Когда двери, во-первых, открыты в духе, тогда они не могут быть закрыты в физическом мире. Я говорю, их никогда невозможно закрыть в физическом мире. Вот почему у некоторых людей постоянная борьба идет. Потому что их двери закрыты в духе. И когда двери закрыты в духе, их невозможно открыть в физическом мире. Вы будете в проблемах и в проблемах пытаться и бороться. И ничего никогда не произойдет. Никакого прорыва. Никакого большого свидетельства. Потому что в духе эти двери закрыты. Но что Бог хочет, чтобы мы делали? Как Его дети. Он хочет, чтобы мы встали в духе. Молились и рожали в духе. И раскрыли эти двери в духе. И когда это происходит в духе, они обязаны произойти нельзя. Духовный мир — реальный мир. Духовный мир — реальный мир. Павел говорит Тимофею, «Тебе нужно воинствовать согласно пророческому слову». «Ты должен искать Бога соответственно пророческому слову». «Ты должен стучать с пророческим словом». «Не важно, в каком ты возрасте». «Вставай». «Входи в дух». «Это не имеет никакого отношения к возрасту». «Это время встать в битве». «И сдавать указы в поднебесе». «И провозглашать войну в поднебесе». «И провозглашать войну в сверхъестественном». «Быть выдержанным в молитве». «И перестать сдаваться, прежде чем что-то произойдет». «Проводите время в молитве». «Проводите время в молитве». «Идите к Богу с Его словом». «Относительно вашей жизни». «Относительно вашей судьбы». «Относительно вашего будущего». «Провозглашайте начальством и властям». «И высвобождайте силу в духе». «Пусть князи меняются». «Князь над твоей жизнью». «Князь, который имеет повеление тебя останавливать». «Разрушай его власть». «Бульдозер его снеси». «Убери его». «И замени его Божьими ангелами». «Время встать в силе». «Не время молиться, как дети». «Время воевать, как мужчины». «Это война». «Тридцать лет». «Иисус сидел без помазания». «Он ничего не мог делать». «Он хотел что-то делать». «Но он ничего не мог делать». «Пока спустя тридцать лет». «И дьявол...» «Бог прятал Иисуса». «Дьявол не мог его увидеть». «До того утра». «Когда Иоанн Креститель...» «Крестил людей». «И внезапно Иисус...» «Пришел лицом к лицу». «К Иоанну Крестителю». «Когда Иоанн его увидел...» «Он знал, что это тот самый». «Это тот самый». «Он сказал, извини меня». «Пожалуйста, крести меня». «Иисус не, давай быстрее». «Просто сделай то, что надо». «Я ожидаю чего-то». «И это не придет без твоего крещения». «Не трать время на ерунду». «Сделай это быстро». «И он крестил его». «И когда он выходил из воды». «Иисус...» «В Библии говорит, «Иисус молился». «И небо открылось». «И Дух Святой...» «Сошел на Него телесно». «Как голубь». «Сел на Него». «И пришел голос с неба». «Это Сын Мой Возлюбленный». «С того момента» «Дьявол Его увидел». «С того момента» «Когда Дух сошел на Иисуса». «И Иисус сказал». «Вот чего я ждал». «Теперь я провозглашаю войну». «Где дьявол?» «Встретимся в пустыне». «Он издавал декреты на дьявола». «Дьявол, я жду тебя в пустыне». «И я буду сражаться в пустыне». «Никто не...» «Мы будем наедине». «Никто не придет нас спасти». «Если ты меня поразишь», «ты станешь Господом». «Если я тебя поражу», «я стану Господом». «Сделка». «Он сказал да». «И он пошел в пустыню». «И дьявол пришел». «И вы историю его знаете». «Иисус прикончил его». «Вот почему я ожидаю, что дьявол склонится». «Каждый раз, когда я молюсь». «Потому что Иисус» «поразил его». «Дверь тысячи лет назад». «Библия говорит», «что Бог» «высоко превознес его». «И дал ему имя». «Превыше любого другого имени». «Имя Иисуса». «Перед ним каждый имя склоняется». «И каждый язык должен исповедать» «что Иисус» «ис Lord». «Господь». «И я ожидаю, что чудеса должны происходить». «Потому что я знаю, что Иисус Господь». «И я знаю, что Иисус Господь». «Я ожидаю, что чудеса должны быть». «Потому что я знаю, что Дьявол был поражен». «Я ожидаю чудеса». «Потому что я знаю, что у нас есть победа». «И в эти грядущие дни некоторые из вас выйдут с тяжелым помазанием». «Помазание, оно не только для проповедников». «Помазание последних времен, оно для всех». «Для бизнесменов». «Для домохозяек». «Мужей». «Где бы вы ни были». «Бог даст вам помазание разобраться с Дьяволом». «Позвольте мне сделать пророчество». «Даже в ваших обычных, спокойных семейных молитвах». «Спустя после этих дней». «Когда вы будете собираться молиться с женой и детьми или с друзьями, будут сверхъестественные проявления». «Амин!» «Если вы верите, кричите «Амин!»» «Дьявол в проблемах». «Было время, у него была одна проблема Иисус». «Было время, когда у него была только одна проблема Иисус». «Он знал, где его найти». «Он знал, когда его найти». «Он знал, как его найти». «И он говорил про себя». «Надо его убить, чтобы мне отдохнуть». «Вот это моя проблема». «И он все двигался вперед в своей задаче. «И убил его». «И убил его». «Но не знал». «Он не знал, что, убив его, у него будет больше проблем». «Потому что теперь, у него не один Иисус, с которым надо разобраться. «У него так много Иисусов». «Так много Иисусов». «Много Иисусов». «Много Иисусов». «Везде». «С того дня, как он убил Иисуса». «Две тысячи лет назад». «У него не было ни секунды покоя». «Знаете, что Библия говорит?» «Сказано, что после того, как он сразился с ним в пустыне, он оставил его на некоторое время». «Знаете, где он был?» «Он был в госпитале». «Демоны его там восстанавливали». «Уколы ему кололи». «Потому что Иисус разобрался с ним». «Но сегодня в Латвии у него тысячи». «Сотни тысяч». «Каждый день утром он слышит». «Дьявол, я связываю тебя во имя Иисусом». «После обеда». «После обеда». «Он снова это слышит». «Дьявол, я связываю тебя во имя Иисуса». «Он убежит из Латвии». «Он убежит отсюда». «Он убежит отсюда». «Он опять услышит». «Дьявол, я связываю тебя во имя Иисуса». «Он убежит отсюда». «Он убежит из Америки». «Он убежит отсюда». «Он убежит отсюда». По всему миру есть разница времени. В это время, когда мы сейчас здесь, в некоторых нациях, они только просыпаются. В духе, когда мы спим, некоторые люди не спят. И в течение 24 часов. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 БОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Огонь из Америки. Огонь из Европы. Западная Европа. Из любой части мира. Он бегает. И вот эти несколько дней. Обязательно. Двигайтесь вперед. Выгоняйте его. Обязательно выгоняйте его. Сделайте так. Город ли вы не спровергаете? Не спровергаете ли вы город? Можно ли сидят пинать? Вы способны ударить по мячу, чтобы он полетел далеко, когда вы сидите? Если вы хотите далеко запинать мяч, что делать? А кто из вас хочет дьявола выпнуть? Вместе. Мы его выгоним. Библия говорит, и вы примете силу. Когда сойдет на вас Дух Святой. На кого-то из вас сейчас сходит Дух Святой. Я вижу стольких людей здесь, встающих в силе Духа Святого. Дух Святой. Я вижу стольких людей здесь, встающих в силе Духа Святой. Субтитры удалил. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Я это знаю Его сила Она здесь везде Сегодня Я буду молиться за вас За мантию молитвы Мантию молитвы Чтобы она пришла на вас И вы будете молиться Как никогда раньше не молились Вам нужно молиться Если вы не молитесь Ничего не произойдет Если вы не молитесь Вы просто наблюдаете за другими И как у них есть свидетельства Кто у вас здесь Лидер молитвы Лидер ходатайства Кто здесь главный над молитвой Ты ведешь молитвы Ха? Это просто постоянная команда. Но ты ведешь молитвы. А кто координирует все эти молитвы в ячейках, в районах? Видите, я не знаю, как у вас все это сорганизовано. Но у вас нужно иметь конкретное время для особой совместной молитвы. Когда люди собираются вместе молиться. Потому что есть что-то в том, когда мы собираемся все вместе. Есть общее помазание. Она заставляет бремена быстрее сламываться. Я чувствую, что я должен наделить какими-то вещами насчет молитвы. Поймите, вещам из Духа на самом деле не учат. Ими заражаются, их хватают. Невозможно так объяснить вещи в Духе. Пока я проповедовал, некоторые люди поймали что-то. Это наделение. Если вы принимаете, это может изменить вашу жизнь. Бог требует, чтобы эта церковь встала в молитве из-за великого поручения, которое Бог дал в ваши руки. Вам нужно встать в молитве. Когда я проповедовал, я увидел вас полного Духом Святым. Что-то идет к вам, приближается. Что-то сильное грядет к вам. Я не знаю, я один чувствую Бога на этом месте. Если вы больны в теле, когда мы начнем молиться, отвергните эту болезнь, и вы будете исцелены. Если вас мучают бесы, когда мы начнем молиться, разрушьте этот завет, и вы будете исцелены. вы будете освобождены. Вы будете свободны. Бог будет использовать вас в молитве. Будет использовать тебя в молитве. Ты даже еще ничего не видела. Прямо сейчас рука Божья касается тебя. Прямо сейчас, когда я говорю, Его сила приходит на тебя. Как ты никогда раньше не видел. Бог касается тебя. Бог изменяет что-то. Бог наделяет тебе чем-то. Твою жизнь. Смотри на Бога. Это сила Божья. Это сила Божья. Это сила Божья. Ты не можешь его удерживать. Ты не можешь остановить его. Ты не можешь его связать. Он на тебя. Он высвобождает тебя. Твое время пришло. Ты слишком долго была тихой. Сейчас. Сейчас. Принимай. Сила. Сила. Я вижу Божья рука на твоем теле. Я вижу Божья рука на твоем теле. Я вижу новое помазание приходит на тебя. Я вижу сила приходит на тебя. Это сила Божья рука на твоем теле. Сейчас. Я вижу. Субтитры делал DimaTorzok 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 Сибирь! Субтитры делал DimaTorzok 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 Некоторые из вас упадут на землю Некоторые начнут прыгать Некоторые будут плакать Некоторые будут смеяться Но это Божья сила Которая приходит на вас Некоторые будут исцелены Будьте готовы Некоторые будут освобождены Это время чудес Я видел, как чудеса происходили раньше Я видел, как открывались слепые глаза Нет ничего, что Бог не мог бы сделать Все зависит от вашей веры Все зависит от того, что вы будете делать сейчас Эта болезнь Уходит из твоего тела сейчас Кто-то может сказать «Амэн»? Язвы уйдут Рак уйдет Опухоли исчезнут Боли в пояснице и в костях уйдут Мучения ночи 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 уйдут Сейчас я буду молиться, как я уже сказал. Будьте готовы. Встаньте в духовную позицию. Кто из вас в своем разуме приготовился, что с вами должно что-то произойти? Это основание. И завтра мы начнем строить. Но мне нужно подтянуть вашу верность. Кто из вас чувствует Бога сейчас уже? Просто пребывайте сейчас в тишине. После этого вечера некоторые из вас не смогут несколько следующих дней спать. Дух Святой будет по всему телу у вас. Просто будьте готовы. Когда вы готовы, Бог уже давно готов. Прямо сейчас я делаю запрос исцеляющей силы Иисуса. Я говорю исцеление, здоровье, жизнь на и против всякой болезни в этом месте. Всякая опухоль уходи. Всякие глухие уши и немой язык и слепые глаза опухоли рак язва артрит всякая болезнь всякая немощь всякая боль в костях боль в груди боль в чреве боль в желудке всякая боль всякая бесплодная чрева я повелеваю исцеление будь свободна будь исцелен будь исцелен будь исцелен будь исцелен я повелеваю болезни come out sickness болезнь немощь повреждение come out come out come out come out come out come out всякая боль в теле lose a hole отпусти arthritis артрит come out come out я иду против всякой болезни помазанием имени Иисуса исцеление будь исцелен будь освобожден всякий демон всякий нечистый дух я иду против тебя come out убирайся вон во имя Иисуса отец бог каждый демон каждый бес при звуке моего голоса я повелеваю тебе сейчас come out вон вон во имя Иисуса ты бессонница ты бессонница ты стоящий за кошмарными снами ты бес за этими болезнями всякий демон стоящий за болезнью в этом здании я отвергаю не испровергаю этот дух стоящий за болезнью отпусти come out убирайся вон во имя Иисуса во имя Иисуса господь дай им мантию молитвы пусть твое помазание упадет на них и господь на седьмой счет пусть произойдут исцеления пусть произойдут освобождения пусть наделение произойдет возьми твое помазание из меня и дай его некоторым людям здесь высвободи мантию молитвы высвободи чудеса и знамения во имя Иисуса я благодарю тебя, Отец что когда я кончу просить то, что я прошу что ты сделал то, чего я прошу и то, о чем я молился прямо сейчас твоя сила наполняет все это место поднимите, пожалуйста, сейчас ваши руки закройте глаза и своим разумом сосредоточьтесь на Иисусе как я сказал я буду считать от одного до семи и когда я кричу семь прорывайтесь в молитву и не останавливайтесь пока я не скажу и нечто произойдет здесь сейчас Бог готов и дьявол тоже готов но он ничего не может сделать халлелуя халлелуя отец и те, которые в фойе пусть твоя сила наполнит то фойе пусть твоя сила наполнит все это место сила Божия двигайся в доме на детях на мужчинах на мальчиках на девочках на женщинах на всех на молодых и старых пусть мы все переживем твою силу я разрушаю проклятия я разрушаю заветы я разрушаю заклинания во имя Иисуса я поднимаю людей наверх на их новый уровень в Боге отец явись сейчас со знамениями исцелений явись сейчас и опровергни всякого дьявола и изгони всякую болезнь и изгони всякого беса коснись своих людей надели их новой силой для молитвы новой силой для молитвы во имя Иисуса амин сейчас еще не молитесь будьте тихими пожалуйста сейчас просто молчите когда я начну считать будьте готовы я благодарю тебя я благодарю тебя потому что это место святая земля я благодарю тебя потому что твоя благодать и помазание на этом месте я благодарю тебя что ты подтверждаешь твое слово которое вышло через мои уста знамениями и чудесами касайся жизней готовь их к грядущим дням чтобы они ходили на больших высотах и в больших глубинах чтобы они были на новых уровнях и обладевали новыми владениями открывали больше территорий во имя Иисуса благодарю тебя Отец благодарю тебя Отец во имя Иисуса амин и сейчас принимай свое исцеление принимай свое освобождение принимай свое наделение и стань новым человеком во имя Иисуса прими Духа Святого некоторые из вас не молятся на языках и на счет семь вы наполнитесь Духом Святым и начнете молиться на новых языках благодарю тебя Иисус амин во имя Иисуса раз во имя Иисуса два во имя Иисуса три во имя Иисуса во имя Иисуса четыре во имя Иисуса пять пять освободитесь это уже происходит во имя Иисуса шесть освобождение уже происходит demons are going out бесы выходят они не могут оставаться огонь слишком большой жар слишком большой помазание слишком большой свободы пришло благоволение пришло помазание пришло прямо сейчас примите во имя Иисуса семь восемь КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... 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 Сила Jesus he Receive an impartation Receive the hand of God the hand of God Иисус! 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 Сила! Сила! Поехали! 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 New anointing! New anointing! Coming upon you! It's coming upon you! The power of Gaia! It's coming upon you! It's coming upon you! Be accepts! Receive! Принимаем! Не прекращайте! Не прекращайте! Не прекращайте! Не прекращайтесь Молись Молись Прикосновение Прикосновение Твоя сила Твоя сила Твоя сила Твоя сила Твоя сила Change your people Прикосновение 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 Иисус! Молись! Принимай! Принимай! Прикосновение! 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 Сила! Не прекращайте! Не прекращайте! Принимайте! Прикосновение! 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 Господь касается тебя! Его сила! Его сила! Иисус! 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 Новая кол relevan家! Он сразу выдержит жизнь! Рис уничтож в жизни! Размер! 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 Явей!